Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня с вами поделюсь рецептом тропического торта. Основой этого торта будет кокосовый бисквит. И для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука, яйца, разрыхлитель, ванильный сахар, кукурузный крахмал, кокосовая стружка, сахар, сливочное масло комнатной температуры, кипяток, лимонный сок и, конечно же, кокосовое молоко. Все ингредиенты для этого рецепта должны быть комнатной температуры. Сначала в сливочное масло я добавлю кокосовое молоко. Сюда же добавлю кокосовую стружку. Я в миску залила горячую воду и опускаю чашу в горячую воду и поставлю в сторону. Теперь подготовлю сухие ингредиенты. В муку добавлю крахмал, у меня кукурузный крахмал. И сюда же добавлю пакетик разрыхлителя, 10 грамм. Все хорошо перемешиваю и эту смесь просеиваю два раза. Просеиваю второй раз. Хорошо просеянная мука это залог пышного бисквита. Смесь пока оставлю в сторону. Ванильный сахар добавлю в сахар. Теперь у шести яиц нужно отделить желтки от белков. Чаша, где мы будем взбивать белки, должна быть чистая, сухая и обезжиренная. К белкам не должны попасть желтки. В противном случае белки не взобьются. И у вас не получится пышного безе. Сначала на низких оборотах миксера взобьем белки до пышной белой массы. Пока сахар не добавляем. Получилась вот такая пышная белковая пена. Теперь начну сюда вводить сахар понемножку. Половину порции сахара добавлю к белкам, а остальную половину оставлю для желтков. Сахар будем вводить в 2 или в 3 этапа. Теперь к белкам добавлю лимонный сок. После добавления лимонного сока взобью еще 1-2 минуты. У меня получилось вот такое пышное, глянцевое, плотное безе. У нас получилась вот такая очень ароматная кокосовая смесь. В теплом молоке сливочное масло полностью растворилось. Это пока оставлю в сторону. Теперь к желткам добавлю 3 столовые ложки теплой воды. Это делается для того, чтобы желтки хорошо взбить. И сюда же добавлю оставшийся сахар. И эту массу я взобью до бела. Желтки очень хорошо побелели и масса увеличилась в объеме. Теперь сюда добавлю 2 или 3 лопатки взбитых белков. Это почти половину. Смешаю на низких оборотах миксера. Миксер нам больше не нужен. Теперь в эту массу добавлю муку. Еще раз обязательно просеиваю. Это уже будет третий раз. Перемешиваю венчиком аккуратно снизу вверх. У нас должна получиться гладкая, однородная масса. Непромешанной муки не должно быть. Добавляю очередную порцию муки. Добавлю последнюю порцию муки. Опять перемешиваю до однородности. Пару ложек от этого теста добавлю в молочной смеси. Перемешиваю. Вот получается такая однородная масса. Это выливаю обратно в тесто. И перемешиваю. У нас получается вот такое гладкое, однородное тесто. Но в тесте заметны кокосовые хлопья. Соединяем обе части. Перемешиваем аккуратно. Перемешивайте тщательно, чтобы не было непромеса. Тесто я выливаю в форму. Форму я подготовила заранее. Дно накрыла отвергаментной бумагой. Дно и бока ничем не смазываю. В момент, когда у вас уже ваше тесто готово, духовка должна быть хорошо разогрета до 180 градусов. Потому что это тесто не любит ждать. Как только приготовили тесто, сразу в форму и в духовку. Тесто поставлю в заранее разогретую духовку. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно около 30 минут. Время приготовления бисквита зависит от особенностей вашей духовки. Я только что достала бисквит из духовки. Вот в таком виде бисквиту дам остыть минут 10-15. Потом извлеку из формы. Извлеку бисквит из формы. Вот такой замечательный бисквит у меня получился. На решетке дам бисквиту полностью остыть. Теперь я порежу этот бисквит на два ровных коржа. А теперь приступаю к приготовлению крема. Для крема мне понадобятся следующие ингредиенты. Сливки жирные, жирностью 33%. Или больше, если есть у вас. Сахарная пудра, чтобы взбить сливки. И ванилин. Для пропитки торта я взяла сироп из-под ананасов. И вот такой сироп пинаколада называется. Нам для крема еще понадобится желатин. Желатин я залила ананасовым сиропом. Желатин набух. Я потом поставила в горячую воду. И вот так желатин растопился. И для сегодняшнего торта я взяла ананасы консервированные и киви. И понадобится немножко горького шоколада. А теперь обо всем по порядку. Сначала нужно желатин снимать из воды. В момент, когда мы его добавим в крем, он должен быть уже остывший. Но не затвердевший. Это я пока поставлю сюда. Желатин я всегда подготавливаю по инструкции на упаковке. У меня порошковый желатин. И я еще взяла кокосовый йогурт. У меня здесь 500 грамм. Теперь взобьем сливки с сахарной пудрой. Чтобы сливки хорошо взбились, они должны быть из холодильника. Очень холодными. Сливки взобью 1-2 минуты, чтобы они слегка загустели. Потом только добавлю сахарную пудру и ванилин. Теперь сюда добавлю ванилин. И добавлю сахарную пудру. 2-3 столовые ложки. И взобью до пышных плотных пиков. Вот такие очень плотные взбитые сливки у меня получились. Взбитые сливки соединю с йогуртом. И сюда же добавлю шоколад. И теперь сюда добавлю желатин. Когда вы добавите желатин в крем, крем станет жидким, потеряет пышность. Не переживайте, это так и должно быть. Наш крем уже готов. В принципе, можно крем использовать сразу. Но при желании можете оставить минуты 15-20. Крем слегка схватится. Теперь я от крема возьму 4-5 столовых ложек, чтобы потом использовать для выравнивания торта. Мне нужно совсем немножко для верха торта. А эту часть я поделю на 2 ровные части. Это делаю для того, чтобы потом на срезе слои крема были ровными. Я поделила на 550 грамм для каждого слоя. Теперь в ананасовый сок добавлю сироп пинаколада. Это для пропитки. Теперь почищу кеви и нарежу дольками. Я торт соберу в разёмном кольце. Заранее подготовила, чтобы много времени не потратить. Установила диаметр 27 сантиметров. И на дно положила первый корж. Теперь нужно этот корж хорошенько пропитать. Теперь я тут подготовила кеви по бортику кольца. Красивый срез постарайтесь делать снаружи. Желательно, чтобы они были одинакового размера по высоте. Выглядит заготовка внутри. Залью первый крем. Смотрите, крем уже загустел. Распределю крем равномерно. Нужно эти пустоты хорошенько заполнять. Теперь сюда нужно класть кусочки ананаса. А теперь сюда добавлю в эти пустоты кусочки кефи. Залила уже вторым слоем крема. Это тоже так распределю. Нужно пропитать второй корж с обратной стороны. И накрою торт сверху. Сверху еще пропитаю этот корж. И выровняю торт с этим кремом. В таком виде торт поставлю в холодильник на 4-5 часов. Или лучше на ночь. Чтобы крем хорошо стабилизировался. И срез у нас получился ровным и красивым. Торт поставил в холодильнике 5 часов. Сниму форму и украшу. Вот такая красота у меня получилась. Украшу торт сверху фруктами. У меня ананасы и киви. Украшайте по вашему вкусу. Я сделаю очень просто. Я вот так украсила свой торт. Очень просто. Украшайте по вашему вкусу. Порежу и посмотрим, как у нас внутри получилось. Вот так выглядит торт на срезе. Он очень красивый. Мы уже попробовали. Торт очень вкусный и нежный. Такой нежный торт. Его можно есть просто ложкой. Прошли сутки. Вот так выглядит торт на срезе. Он очень красивый. Торт не тяжелый. Он очень легкий. За счет того, что мы пропитали бисквит, он очень нежный и мягкий. Обязательно пропитывайте бисквит. Так как здесь крем суфле, он почти не пропитывает торт. Суфле получилось очень нежное и воздушное. С легкой йогуртовой кислинкой. Советую я этому торту дать настояться как минимум 10-15 часов, чтобы суфле успело стабилизироваться. В противном случае, ваш срез на торте не будет выглядеть так четко. Вот так получился торт. Он очень мягкий. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok